всем доброго времени суток рада приветствовать вас на канале про икея меня зовут татьяна по вашим многочисленным просьбам мы подготовили для вас сегодня обзор всех гординных карнизов и заодно покажем узкие рулонные шторы этот ну необходимость до появилась после того как мы выпустили обзор по занавескам текстильным вы стали задавать много вопросов ну соответственно проще один раз показать чем каждый раз рассказывать давайте начнем с линейки реках угод как лучше таблично сначала показатели сразу да давайте сначала табличный чтобы вообще было понимание особенно для тех кто с таким не сталкивался что такое линейка река хугат и бетедлик бетедлик это крепежи которые крепятся на стену на них потом одеваются вот эти корни гординные палки река это узкие кардины тоненькие хугат это толстые плюс есть наконечники различных видов ну и сами карнизы делятся наверное по теории не интересно давайте смотреть на практике вот как выглядит классический киевский карниз для двух занавесок по факту его можно сделать тройной дальше уже не хватит то есть это либо одинарный либо двойной либо тройной давайте сначала по самим палочкам значит палочки делятся по длине и по ширине ребят я в этом видео не буду показывать артикульные номера цены это все есть на сайте наша задача объяснить функционал да для тех кто ну не совсем в этом разбирается либо нет времени с этим копаться значит река карнизы три длины 70 на 120 потом 120 на 210 и самая большая 210 на 385 они раздвигаются по принципу штанги для ванны вот здесь вот видно покажи пожалуйста что на узких что на широких то есть этот небольшой переход то что с недавно нет чуть-чуть недавно был как бы такой вот разговор с клиентами нет я не хочу хочу чтобы было цельное но к сожалению именно эти карнизы такой вот целостности вам не дадут либо вы покупаете и режете палку саму если вы хотите целую палку да вы ограничитесь длине а здесь у вас универсальность получается вы по факту берете на окно 210 переехали что-то изменилось снимаете карниза перевешиваете как вообще они крепятся крепится при помощи вот таких крепежных уголков они называются бетит ликт продается в такой упаковке вот этот крюк хвостик на котором висит вот здесь резиночка резиночку ни в коем случае не выкидывайте а потому что без нее будет и гордина как бы ну кускай да такой звук будет и ерзать будет и просто потрется и да если точки зрения так края закрывается вот такими наконечниками наконечники разные от самых бюджетных ты не то нет он такой вкручивается так собрали значит ну давай вот примере подержи этот . но вручили вот и вот само крепление сама заглушка то есть есть хотите вешать и хотите нет кому-то нравится кому-то нет особенно если вы убираете ну значит так она не вытащилась потрохами так она была кто-то да то есть она потому что вот закреплена но набертво что по-другому здесь не получится только вот так нет а чего проверять теории вот смотри вот хвост а там железка вот это значит посмотри а как же пробку тогда снимать отсюда не могу сказать сейчас посмотрим нет здесь вот именно смотри вот с этим нахлыстом так она идет получается вынимается пробка да либо здесь знаешь что здесь уже очень давно вот она вставленный как бы ну вот это да 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 вот она резьба вот то есть вкручивается а после этого уже целиком и по-другому не достать хорошо еще раз проверим вот подержи и вот эту часть кто-то мало каши ел да не каша я боюсь сорвать а вот она оказывается ну по факту можно просто вставить и ну вы же не будете может быть чтобы постоянно вот эту заглушку выковыривать ну да значит так вставили когда собирали что сразу выдрали вот это дело то что он так легко достается а ну кстати да просто выдернуто потому что у меня легко она поддалось так это мы это перепрыгнули да то есть рассказала про палки что палки делятся по толще по длине и по толщине если вы вешаете тонкие шторки нет смысла переправить переплачивать за карниз хугат если это тяжелый наподобие санэл ну плотных да вот допустим даже вот такие вот занавески реку еще выдержат а вот что-то под потяжелее уже нужен хугат и смотреться будет лучше и не провиснет еще момент друзья мои никогда не экономьте на креплениях если вы начинаете раздвигать больше двух метров всегда вешайте три точки крепления две крайних и середину потому что просто у вас занавеска провиснет кардио не знали как карниз подвесной занавески провиснет помимо того что есть вот этот вот основной до крепеж за 125 рублей вы повесили палочку карнизы все замечательно решили дополнить занавеску вам не нужно покупать старый крепеж вы просто докупаете хвостик сейчас я его найду вот такой вот хвостик вот он отдельно представлен так наверно удобнее будет да и вот таким образом вы делаете двойную по факту можно сделать и тройную если вот это отодвинуть туда и за самый край я не могу да хорошо ступили и за вот сюда вторую за самый край треть можно сделать и тройной карни можно сделать и тройной карниз так помимо того что они крепятся к стене можно прикрепить к потолку вот эта часть пластиковая съемная поэтому сначала вы закрепляете а потом вы же делаете эстетику вот здесь будет виднее потом уже одеваете сюда заглушку поэтому когда собираете пожалуйста ничего не выкидывать иначе быть некрасиво помимо этого в комплектации можно добавить вот вам показала уже всевозможные заглушки кольца сирлик двух диаметров маленькие кольца 25 миллиметров и большие кольца 38 миллиметров это когда вы хотите занавеску зацепить за колечки что у нас еще есть в этой линейке есть крепеж стеной для гардиного карниза хугат сейчас покажу для чего он нужен да нет он для именно угловой стыковки и помимо стенных крепежей угловых есть вот такие вот крепежики хугат пакетик очень плотный то есть такая пластиночка сейчас покажем как это будет выглядеть сняли наконечник то есть эта стена словно вот так и здесь винтиком закручивается это на тот случай если вы хотите просто одиночную корни одиночную гардину повесить и не хотите вешать на стену при этом если вы будете делать длинную то обязательно среднее крепление нужно если короткий до двух метров можно обойтись и двумя то есть это только по углам тогда уже не нужно будет не заглушки вас просто будет палка в комнате так по черным все в принципе все то же самое дублируется в белом цвете и в сербре кстати вот как вариант как выглядит да то есть вот белый хугат заглушкой самый бюджетный драфтинг дальше с круглыми заглушками и вот с этими ключиками вот река видите да то есть как можно на самый край на дальний на середину то есть как вам удобно вот сочетание черного вот серые причем смотрите заглушки матовые сами глянцевые здесь тоже переход по цвету то есть черный и белый больше всего в цвет в цвет попадает друг другу у остальных у серых будет переход по цвету так помимо вот именно этих линеек есть еще видга есть еще струны про струны расскажем сначала пойдем покажем струны самая бюджетная струна форсинт 219 рублей вот такими вот крючочками это мы уже создавали повесили бумажку ну то есть на тот случай если вы например хотите фотографии повесить так как они крепятся к стене разобрать мы это сможем разобрать мы друзья мои для вас этого не сможем затягивается отверткой она как трещет вот сюда это все затянули натянули как вам надо крючочки в комплекте убавить добавить нельзя можно регулировать длину длина у нее два метра минимума нет крючочков 20 это либо тоненькие занавески либо какие-то украшения вот такие вот декор можно сделать помимо пластиковой из тканевой ниткой есть еще металлическая струна нержавеющая сталь дигнитен она представлена в виде самой струны такая вот струна пятиметровая два крепежа штырьки по факту здесь вот видите хвостики до которыми можно регулировать натяжение то здесь вот вы разворачиваете видно быть на камеру как вам надо струну либо отрезаете либо она закручивает и даже юрист не она закручивает стала внутрь но сначала она на минимальное закручивается крепится затягивается потом сама ну смотри струну то есть куда спрятать или струну резать надо резать вот как у пластиковой например не получится да сегодня на два метра завтра на полтора здесь получается нужно определиться отмерить и грубо выбрать отрезки выбросить кусок струны. То есть туда-сюда уже, ну, укоротить потом получится, удлинить уже не получится. Войме этого есть еще угловые крепления, то есть вы же можете делать любым удобным способом. Это может промежуточным быть. Угловое крепление заявлено. Ну, а если посередине, чтобы она не провисла. Да куда угодно, по факту, ну, вот так. Из минусов, конечно, если вы вешаете занавески, то это либо кольца, да, либо какие-то крючки, потому что так, иначе вы не оденете штору, как на карниз. Вот они, крючки, риктик, 24 штучки за 150 рублей, то есть вполне можно на них повесить. Куда берут? Берут в основном подросткам, развешивают грамоты, фотографии. Ну, несколько раз, ну, не так часто, кстати, ее заказывают, не могу сказать, почему она не так популярна у клиентов. Берут в эти еще тонкие занавески на дачу куда-то вот вешать. Вот такие крючки, риктик есть еще, с зажимчиками. То есть помимо вот таких, есть еще классические, да, к этим бабушки наши привыкли. Так, пойдем теперь рассказывать про самую проблемную шину. Ну, то, что проблемную, на самом деле она интересная, вы можете составить, если, например, в реках, угод, в струнах вы ограничены длиной, вот в этой линейке ВИДГа вы можете стыковать до бесконечности, пока вам не надоест. Так, с чего начнем, с теории или сразу на практике? С теории книжечку покажем. Да, мы нашли очень хорошее руководство по покупке, оно есть на самом деле на сайте, в брошюрах. Дизайн Дэвид Валь. Перед тем, как спланировать комбинацию, обязательно замерзите окно, следуйте советам указанному руководству. Переворачиваю? По факту, смотрите, вы можете сделать разные решения. Это однослойное решение, то есть вы вешаете обычные шторы на крючках. Это узкие гардины с регулятором. Двухслойное решение, то есть две занавески тканевых вешаете. Двухслойное решение с круглым карнизом, то есть сюда есть крепление, к которому подходит карниз хук, а сзади остается витка. Можно сделать любые комбинации. То есть здесь вот двойная представлена, здесь узкие гардины, состыкованные с тканевыми. Здесь получается то же самое, три гардины. Угловые, вот мне что понравилось, да, то есть можно и угол сделать, и выступы сделать, и закруглить. То есть здесь вариантов уже как ваша фантазия захочет. Пожалуйста, можно сделать нишу возле кровати. А теперь давайте теоретически разберем, потом покажем на практике, что из себя представляет. То есть это пластинка с крепежами, по факту вы можете наращивать ее, ну, пока вам не надоест. В креплении вы ее стыкуете и едете дальше. Здесь вы уже не ограничены. Создание комбинации. Здесь рассказано, как, что с чем сочетается. Ну, в принципе, мы вам, наверное, сейчас отдельно расскажем, да. Угловые соединения, ну, вот покрупнее, чтобы понимание было. Крючочки, бегуночки, они есть тройные, есть одинарные. И руководству как нужно измерить свое окно. Кому нужно, ссылочку мы кинем на эту брошюрку. Она, на самом деле, есть на сайте, она всегда доступна. Так, теперь давайте смотреть, что же за звери, как его едят. Сначала выбираем длину шины. Стандартный карниз метр сорок. То есть, если вам нужно 2,50, условно, или 3 метра, ну, допустим, вам нужно 3 метра, вы берете тогда 3 шины, метр сорок, метр сорок, и еще маленький хвостик, что обидно, да, 20 сантиметров нужно будет нарастить, иначе некрасиво. Дим, видно? Одинарные, это количество рядов. Либо тройная. Если вы хотите 2 ряда сделать, тогда вы берете 2 одинарные. Пожалуйста, то есть 4, видите, в ширину тоже до бесконечности. Многостойность можно делать любую. Так. Это по самим шинам, как они выглядят. Теперь сейчас покажем сочетание с узкими, с круглыми карнизами, а потом перейдем, как что делается. Значит, смотрите, вообще, ну, чтобы повесить, да, то есть это потолочное стеновое крепление. Оно есть двух видов. Есть вот такое маленькое узенькое, это либо на 2 единичных, либо на одну тройную, не больше. Либо есть вот такой широкий крюк, то есть здесь уже большее количество можно сделать. Дальше, вот о чем мы говорили, можно сочетать с карнизом хугат, то есть вешается такой же хвостик, но это уже не из линейки, где хугат, а другой у Витги свой. И вы вешаете круглый, то есть вот сочетание с тройным, вот сочетание с одинарным. По факту, смотря сколько у вас занавесок, так вы можете и вешать. Полностью металлическое, в принципе, эксплуатация хорошая, клиенты наши довольны. Допустим, кому на заказ привозили, ну, вот как это выглядит, да, то есть вот обычная занавеска, а сюда вы на бегунки. Как-то можем показать, как ходит это или неудобно на одну камеру? Так, как сюда крепятся занавески, да, то есть варианты вы, я думаю, уже поняли, повторять не буду. Смотрите, значит, это либо вот такой крючок-гординный риктик, либо бегунок с крючками. Это для гордин с тесьмой и сборки, и это тоже для гордин с тесьмой для сборки. Так, сейчас дай посмотрим, как металлические зацепаются. Получается, что вот эти металлические крючки зацепить, вы покупаете пакетик за 169 рублей. Нет, он тоже 199. Зато, в общем, по факту, чтобы повесить вот эти железные крючки, вам нужно будет купить вот эти. Пластиковые вы убираете, вместо них вешаете железные. Железные не нужны, оставляйте эти. Этот 199, этот 199 рублей стоит. Как удачно, да, сделано, в рамочку рибы спрятано. Кстати, возьмите на вооружение, это можно и, там, я не знаю, кто допустил. Подделки даже делать. Подделки можно делать. Если это швейная мастерская, пожалуйста, расположи варианты ниток, да, чтобы это не пылилось. 3D-картины. Живая, кисеньку живую сюда. Так, значит, вот они заглушки, они же стыковками являются. Это соединители и хвостик. Сейчас пойдем показывать угловое крепление. Какие вообще плюсы у данной системы? Помимо того, что она длинная, и вы можете ее рубить, как вам удобно, она цельная, и проблем с износостойкостью у нее не будет. То есть вы можете и по весу регулировать ее. Но минусов, наверное, нет, да, у нее? Только если сравнить с ценой, с чем-то аналогичным. Какие? Поэтому у кого есть сравнение по ценам, пожалуйста, расскажите. Вот, ну, допустим, вот давай прикинем, да, сколько будет единичная. Сколько единичка стоит? Единичка стоит 450, метр 40. У меня, допустим, окно 2,50, да? Мне нужно 2 палки, это получается 900 рублей. Мне нужно 2 вот таких металлических крепежа по 130 рублей, это еще 260. И мне минимум нужен пакет крючков для занавески. 200, 900, это 1100, 1360. Чтобы собрать вот такую одну длинную палочку с крючками на окно 2,50. Так, это мы показали, теперь пойдемте смотреть, как что крепится и понимание, да? А то в теории-то рассказала, а как по факту. Вот смотрите, вы померили вот ваше окно условно. Вы крепите к стене крючок. На него... Пойдем, покажешь? Наверное... Не смогу, да? Не будем разбирать. Да, разбирать не будем. То есть на него присоединяете при помощи крепежей, которые входят в комплект, в карниз. Это вот заглушка. Дальше вы доращиваете, да? Второе соединение. И вот здесь, вот где соединяются карнизы. Видите, что удобно? То есть вот этой верхней планкой закрыта. Никто никогда не увидит и не узнает, что у вас соединены карнизы. Выглядит как единый монолит. Вот это тройная шина и вака. И вот ваше окончание. Вот как по ним бегают узкие гардины. В принципе, это удобно, если даже вот просто гардины в ряд, когда нужно по-разному их раскидать, зонировать. Так, и как теперь соединение? Пойдем вот это еще покажем. Если мы застыкуем либо большее количество. То есть вот он, большой угловой крюк. Ну, тяжело все. Прям так это хорошо, добротно отделывается, поэтому снимать не буду. Мужская сила нужна. Дим, ну, ой, закоксовалась уже, да? То есть уже давно повешенная. Вот тут пальцев нет. Надо все-таки отверточкой, либо вот инструментом, который уходит в комплект. То есть ставим карниз, закрепляем, и потом вешаем уголок, петельку, и вешаем гарниз, хулгат. Вот здесь единственное, что не ошибиться с размером. Правильно рассчитать, сколько штучек вам надо, и не забываем, что они замечательно стыкуются между собой. Какие-либо дополнительные крепежики не нужны. Помимо того, что вы вешаете вот так, есть еще потолочный крепеж. То есть можно повесить, вот условно, да, это ваш потолок, можно повесить к потолку. Если мне не изменяет память, да, вот они, малыши прям. 100 рублей стоит такой хвостик. Очень маленький, сейчас я его постараюсь найти. Все смысл, и заренная гвоздь. А, вот он. Поэтому, когда сами едете, или вы заказываете, не забывайте проверять. Маленькие, вот постоянно у нас клиенты их теряют. Они вываливаются из карманов. Так, ну и раз уж мы показали узкие гардины, да, давай расскажем, что сейчас есть. Узкая гардина. Что вообще из себя представляет? Это полотно. Но чтобы оно у вас висело, к нему нужно купить дополнительные крепежи. Просто так само оно висеть красиво не будет. У утяжелителей. У утяжелителей, да, правильно. Комплект стоит 600 рублей. То есть если вы хотите купить одно полотно, вот рассчитывайте, например, вот такой вот в красивые листочки 700 рублей полотно, 3 метра на 60. Они все одного размера. По факту можно отрезать. Ну, тут решайте сами, в зависимости от того, какая длина вам нужна. Чтобы это ездило по карнизу, по гардинной шине, вам нужно будет повесить держатели. Как-то так все номерто сегодня прицеплено, что я ничего же забрать не могу. Так, давайте теперь показывать, что есть. Юрла белые. Есть еще такие же зеленые. Мы их сейчас покажем. Полиэстер и нейлон. Ну да, руку покажу. Дальше. Фон сервива. Такие грубые, прям жесткие. Кстати, аккуратнее, да, видите, вот если их смять, они прямо ломаются. Похоже, уже не раз помяли. Так, что у нас здесь? Бумага и полиэстер. Ёшкин кот. 1000 рублей за бумагу с полиэстером. Ну, это уже не балкон. Это апофеоз, да. Обдавил балкончик? 1200. Вантенакс. Белые и серые. Полиэстер. Да, то есть так нежно смотрится. Вот эта вот на строчка. Слушай, а полотно такое отдельно не продается, если сделать? Потому что даже вот, ну не знаю, плотность как... Блин, ну дорого. Заодно. Раньше, мне кажется, они гораздо дешевле были. А вот серые мне понравились. Смотрится красиво, да? Здесь на строчка ниточками беленькими. С другой стороны, они гладенькие полностью. Тоже эстетично смотрятся. Кстати, не заметно, что как будто прошутка. Да, как будто вот такой. Вот, видишь, как бы ниточка вот где-то вот такими вкраплениями идет. Но углы видишь? Если вот у этих обшитые углы, здесь углы не обшиты. Со временем они начинают махриться. Вот 100% дети издеруют. Так, дальше. Юрла зелененькая. Зелененькая, кстати, интересно смотрится, да? Такая неяркая зелень. Просвечивает рука. В общем, не бюджетный вариант, с какими гардинами дом обновлять. Ано тюплюр. То есть полотно как у тюплюра полностью. Это вот интересно. Синтетика полная, нет? Да, тюплюр это синтетика. Полиэстер. Это рулонки такие же тюплюр есть. Беш. Серый. Но тюплюр на самом деле шикарно блокирует. То есть солнечный свет не пропускает. Это замена блэкауту. И черные. И последнее. Это фон сервива. А вот какую мы показывали бумагу. Вот серый еще более-менее. Да и бежевый, в принципе. Но когда знаешь, что в составе бумага стоит это тысячу за одно полотно, то как-то не сильно вдохновляет. Так, ну с новинок, наверное, начнем, да? Не видела, кстати, их на сайте. Линейка называется Терри Тур. Вот такие вот шторки. Но ничего не видно. Видишь ты меня? Нет. Я тебя тоже. Даже лампочку не видно. Значит, вот такое вот плотное полотно. Цвет светло-серый. Вот этот размер 80 на 20. Той этаж. 2 500. Ну, короче, не бюджетный. Нифига, ну, сделаем-то добротно, да? Металлическая планочка. Давай покажем. Хвостик. У них у всех инерционный механизм. То есть вот, допустим, я стою, мне надо хоп, опускаю и чуть дергаю. И она стопорит. И все, больше никаких телодвижений применять не надо. По цветам, получается, их две. Вот такая серая и серо-голубая. Сейчас посмотрю, как цвет назвали. Назвали цвет голубой. Длина у всех 195 сантиметров. Крепежная планка нижняя у всех одинаковая. И покажи, пожалуйста, верх. Верх такой массивный, да, основательный. Закрыто все. Ну и стоит. Я сразу вижу минусы, скажем. Какие? Другие минусы, шторы в розы. Их нельзя подрезать. За то же шею. Не знаю, какая есть. Почему? Потом я покажу. Хорошо. Ой, я убежала. А, нет, 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 нет. В общем, если у вас есть бабушки, которые сидят тогда с вашими детьми, оставляйте им палочку, да, занавеска убежит и не догонишь. Ну, нет, конечно. Ну, нет, смотри, каркас литой. А, да, вон она уже вставлена. Вот она сама палка, на которую ролик. Жалко, что их внизу. Нет, они только так высоко задраны. Да, 60, 80, 100 и 140. Не через 20. 60 плюс 20, 80, плюс 20, 100 и плюс 40, 140. 120, вот голубых нет 120, зато серые есть 120. Ну, вот, в общем, светло-серые от 60 до 140, но нет 80, десятки, а голубые от 60 до 140, но нет, метр двадцать. Вот, как-то так. Ценник от 2000 до 3500. Ну, да, это новинка, поэтому... Так, следующее. Ског-слевер. Вот, кстати, на них сейчас на серую. Размер 100 на 195, скидочка. Как я понимаю, серая это вот. Это белый. Вот серый цвет, который сейчас по скидке. Ну, она, получается, просто защищает окно немножко. Да, мух, наверное, потому что видно все, то есть как вместо тюля. Ровные шторы без шнуров для обеспечения безопасности детей. Цвет белый и бежевый. Сама ткань, соответственно, что синтетика, полиэстер, нейлон. Металлическое основание подобное. Инвертизационный механизм у них у всех. Сейчас главное, чтобы она не сбежала. Так, цвета белый. На самом деле, ближе к бежевому. Такой вот коричневатый крем. Нет, темно-бежевый и серый. Три цвета. Размеры. 60 на 195, 80 на 195, 120 и 100. Честно, я не знаю, в общем, с какой целью их вешать. Они не блокируют. Эстетики я в них особо не вижу. Были бы, например, они маленькие, там, 60. Вообще, вот малыши, да, как вот на окна. На окно по факту 60-ки много. То есть крепеж большой съест механизм закрывания для окна именно. Поэтому вешать их на окно, не сможете открывать. Были бы они в нечетных размерах, 50-7, например, сантиметров. Как вот стандартно на окно просит обычно полотно оконное. Ну, на стекло вот, у стеклопакета. Ну, эти нет. Поэтому как-то они для меня спорные. Так. Тюрентуб. Слювер. Позиционируются они как легкое затемнение. Кстати, вот окно, Дим, со светом. Видно на камеру? Вот, то есть слегка так они затемнят, не более. Ну, это все равно будет проходной двор, да? Ну да, видно все. Это по факту для окна это тюрьм. Так, пойдем в следующее смотреть. Жалюзи Шотис. Всеми любимые. Классика. Это балкон, это огонь, это гардеробный, что угодно. У родителей в частном доме небольшая гардеробная сделана. Окно не открывается, манехонькое. Долго думали, жалюзи под заказ бешено стоят. Сделали легко и просто. Шотис подрезали, прикрепили, закрепили. Все, никто ничего не трогает. С улицы не видно. И свет пропускает. Ситуа это не видно. Так, дальше. Мы дошли до тюплюра. Это полнейший блэкаут. Это клеенка такая. Темноты хотите, когда пришли с ночной смены условно, да? Или приехали с командировки, нужно поспать днем. Это спасение. Инерционка везде. Застопорили как надо. Да, тут уже механизм сам уже ушатанный. Так, размеры до 2 метров от 60, 60, 100, 120, 140, 160, 182. Цена от 800 до 2,200. Тюплюр вполне доступен. Ценник адекватный. Белые, серые. То есть, в принципе, я считаю, что, конечно, они выглядят попроще, да? Они как, допустим, там, с красотой креплений, но они полностью выполняют свою функцию и стоят вполне адекватных денег. Плюс подрезки. Да, кстати, мы что обнаружили, сейчас покажем. Вот это, кстати, вот это, ну, как обычно. Смотрите нас, и вы увидите ту информацию, которой нет на сайте. Сразу скажу, ничего со шторой не случилось, все в порядке. Если такая ситуация, что вам, допустим, шестидесятка, о чем я говорила, только что не подходит, вам нужно ее обрезать, с этой шторой можно так поступить. А ты покажешь. Муж с руками, лобзик, либо мастер с руками. Или лобзик, либо металл, а дальше ножницы. Да, то есть, вот, железку и дальше аккуратно ножницами. Только аккуратно, потому что это может махриться. То есть, по факту, это прям реально, вообще, как клеенка. Ну, можно подрезать. Белый классический и темно-серый такой. Вот, кстати, вот как махрится край. Поэтому, когда подрезаете, пожалуйста... Вот, как раз, смотри, даже есть инструкция. Да. Как подрезать. Вот, отрезаете здесь металл, и потом отрезаете ткань. Это все допустимо. Ленточек нет нигде. Здесь, кстати, по факту, должен быть хвостик вот такой, потому что кольцо должно быть, за что. Но здесь кольцо куда-то уже ушло в зрительный зал. Механизм уже, бедолага, подмучился. Значит, все размеры, самые большие, расположены на складе. Вот такие вот палочки. Я ловила за навесочку, да? 200 рублей. Крепежек к стене, чтобы палочка не терялась. Не важно, на самом деле, откуда шторг, из Икеи или нет. Да, кстати, давай мы сейчас ее покажем. Не в пакете, что на нее в пакете-то смотреть. Я Гарри Поттер. Сейчас найдем. На самом деле удобно, да? И плюс, смотри, она фиксируется. То есть она не гуляет в свободном полете. Вы достали как надо и зафиксировали ее. Палочка достойная. Ценник, я считаю, адекватный. Если знаете, где подобные, можно бюджетнее купить. Подпишите, рассказывайте нам. Так, дальше. Всеми любимая, красивая шторка с птичками. Лиселот. Размерчики 80, 120, 160 и 2 метра. Ценник у нее начинается от 1000 до 2500. Это декор окна. Они очень нежно смотрятся, только в одном цвете. Здесь точно такие же, как тюклюрка. Их можно спокойно резать. Частичное затемнение. Ну вот у дешевых либо механизм уже подрасшатанный. Ну-ка, вот у этого попробуем. Да, сам механизм послабее. Вот как это выглядит на окне. Ну, кстати, в принципе, я думаю, не особо видно будет, да? Если вот комната со светом. Ну, получше затемняет, чем вот мы, которые смотрели, которые сейчас по скидке. Нет. Закроет от посторонних. Силуэтов видно не будет. Солнечный свет частично будет проходить, а силуэт видно не будет. Даже как на картине, да, красиво. Сказка птички. Бюджетный вариант полного блэкаута. Это жалюзи-плиссе, блокирующий свет, Самара, зеленые, 100 на 190. Всего 430 рублей. Для тех, кто вообще заморачивает. Вообще, да. Вот вам надо, вот вам надо просто сделать темно и все. Пожалуйста. Да. И недорого. С одной стороны они черные, с другой зеленые. Слушай, я чуть не пойму, хочу дверь-то. А, темно-серый, темно-зеленый. Вот. Бумага. Это то, да, размеры все то же самое. Можно резать, как вам удобно. Это только тот же шотис, только боком. И потяжелее. Да? Вот, горящее окно с лампочкой. Не видно вообще ничего. Поэтому, если нужно бюджетно сделать закрытое темное окно, пожалуйста. Вот такую вот красоту нашли. Полиэстерно-бумажную. О, вот здесь механизм. Да, значит, все-таки, может быть, от цены зависит. Значит, цвета 2. Называются наши товарищи бус-ко-то-фель. Очень на картофель похоже. Внизу такая железная планочка, краешки открытые. Поэтому аккуратней, да, не выдергивайте, иначе будет лысая шторка. Не поддаете подрезать. Подрезать уже не получится. А, кстати, дай посмотрим. А из-за каркаса. Из-за конструкции, да, самой? Да. А, да, пластину же не будешь пилить. Ну, хотя... То есть совсем заморочится. Был бы желание, да? То можно сделать. Что у нас по размерам? Разгон идет такой. 80, 100, 120, 140. Нет двух, нет метр шестьдесят, нет шестидесятый. Цены от... А, нет, шестидесятка есть, шестидесятка представлена. Значит, шестидесятые стоят 1600, самые большие метр сорок стоят 2800. Ну, тоже не бюджетные. Я сначала думала, что они эко полностью. Оказывается, нет. Здесь больше полиэстера, чем бумаги. Они блокируют, хорошо будут. Это немножко сомнительно. Ну, такую вот легкость воздушную летом сделать. В отпуск, когда ехать не хочешь, не можешь, хочешь представить себя на море, да? Делаешь себе такой бамбуковый бунгало. Все в комплекте, да? Да. Так, цвета, размеры мы вам сказали. Ну, спорные на самом деле. Ценник не бюджетный, но, наверное, больше все-таки интерьерный, да? Такая вот. Под определенную стилистику подходят. Ну, да, можно и побюджетнее найти. Еще смотрите, какую мы штучку нашли. Ну, на самом деле, она давно. Хоп, квалс. Это сотовидные, из нетканого полиэстера, сотовые жалюзи. Размеры 60, 80, 100, 120, 140. Производитель заявляет, что за счет вот этой соты окно остается зимой теплым. То есть не пропускается холод в комнату, заберегает тепло, да. Ребят, кто пользуется это? Если это на самом деле, расскажите. Механизм... Нет, я могу в это поверить. Механизм хороший. Но их нельзя вешать на балкон. Их нельзя вешать во влажное помещение, потому что ткань, вот этот нетканный материал сразу намокнет, и она будет такая вот вся жидкая. Не намокнет, на балкон все равно. Ну, влажная будет. И бешка вот такая же есть. Ценник, конечно, нифига не маленький. Вечер перестает быть томным, да. 60 стоит 1800, метр 800. И метр 40 уже стоит 3000. Кстати, вот как выглядит механизм изнутри. Вот эта пружина. Сейчас мы вам покажем еще новинку. Есть, появились римские. Новые шторы тканевые вот здесь. Давай их заодно снимем. Их же все равно немного. Так, это вот... А, нет, это шотисы. Да, темно-серые шотисы. Да, блокирующие, которые мы показывали. Ринг блума. Значит, это у нас 80-й, есть еще метр 20. 80-й 1200, метр 20-й 1600. Тканевая. Римская штора. Мужчинам на самом деле не понять. Здесь кусок полотна. И здесь магнитные планочки. И объясними, скажи, пожалуйста, как забираться на потолок и эти магнитные планочки стыковать, да? Ясно. Так, давайте просто расскажу. Потому что диво выражение лица, как будто это нечто. Так, длина шторы регулируется. Метр 60, 118, 72 и 32. Ну, на 32 я не знаю, зачем это. Надо на стул 100. Нет. А смысл? Нет, кстати, вот он достается. Планка пластиковая и там магнит. Так. Ну, да. Ринг блума белая. Ну, подожди, они с дыркой, они, наверное, могут и в этот залезть. В Худгарт хотя бы, как линия. Можно его. Да, в Рэйку. Ну, в Худгарт сомневаюсь, а вот в Рэйку можно. А где она сама в этом? В опаковке. Дай посмотрим ее. Просто там она висит. А нет, вот сама планочка с шурупьями. Получается, вот к окну сразу крепится. Просто всверливается. Ну, на самом деле, наверное, для надежности проще это на палку. Да, это все дело? Потому что здесь вот она какая-то условная. Ну, если близко к окну, то палка тут... Это все-таки рассчитано, да, Дим, что это прям вот окно... Где картинка? Что это прям окно закрывать. Вот. Видишь, по оконному полотну, прям по стеклу. Вот как это выглядит. На самом деле, мужчины не поняли. Зачем такая занавеска нужна? Я бы ее взяла. Не до занавеска, да? Белый и вот такой вот зеленый. Очень напоминает советский матрас. В лагерях, да? Ну, не очень веселая ткань для занавесок. В общем, меня бы домой не пустили с такой занавеской однозначно. Отправили бы обратно в магазин. Полиэстер. Можно стирать в машинке. Ну, наверное, все, да? Мы все ведь показали, все. Сейчас мы вернем все обратно. Кстати, девчонки, кто пользуется римскими, расскажите, почему вы выбрали именно их? Мне они, честно, до сих пор непонятны. Удобства я их не понимаю. То есть нужно вот... Ну, Икея так римскую штору позиционирует. Надо покопать информацию. Не забываем, если вы знаете, что что-то подобное такого же качества продается где-то в каких-то магазинах дешевле, делитесь ссылками. Не забываем, что мы независимый канал и рассказываем именно о своем мнении вашими глазами. Ну что, друзья мои, рулонки показали всем, которые есть на данный момент. Даже новинки нашли. Две новинки, да? Больше всего у нас пользуются спросом птички. Они красиво смотрятся на окне, особенно их часто берут в детскую. Ценник у них вполне адекватный. И тюплюр, да? Это вот две шторы, которые мы постоянно возим. Нет. Был рисунок другой. Не такие птички, а мелкие огурцы, как у ренбломы у комплекта постельного белья. Серых их неба. Они всегда были белые только. Ну, как-то так. Как-то так. Понравился обзор, ставим лайк. Пишем комментарии, задаем вопросы. Мы всегда с удовольствием вам поможем. Пишите ваши пожелания. Друзья мои, не забываем о том, что мы приближаемся к 10 тысячам. Приглашайте друзей. Как только у нас будет 10, мы будем готовить обзор по методу. Работ там на самом деле много, мы ее уже ведем, но обещания будем сдерживать. Делитесь нами нашим контентом в социальных сетях. Ребят, кто занимается так же доставкой Икеи, как мы в другие регионы. Клиентам полезно смотреть. Мы вам не конкуренты. Мы не поедем в ваш город, вы в наш не поедете. Вы уже работаете, мы уже работаем. Поэтому пользуйтесь тем, что есть. Это бесплатно, как говорят, халява. То есть, когда клиент приходит и смотрит по картинке, он не понимает, не то, что не понимает, не всегда понятна информация, которую предоставляет сайт. Вы можете показать видео, либо дать человеку ссылку. Он посмотрел. И вот как работает наша практика, люди после просмотра видео более лояльно заказывают. У них уже есть понимание, что они берут. То есть, они нашими глазами через призму камеры смотрят этот товар фактически так, как бы они смотрели его в магазине. Так, ладно, опять меня унесло на лирику. Спасибо вам огромное, друзья мои, за просмотр. Приходите к нам всегда на новые видео. Не забывайте подписываться. Как только мы выпустили новые видео, к вам придет уведомление, чтобы вам не пропустить. Всем большое спасибо, что досмотрели до конца. Большое спасибо еще раз и до новых встреч. А у нас новый канал? Я забыла. У нас новый канал «Теория большого здоровья». Мы рассказываем, ну, вообще, о полезностях, да, которые есть. Говорим о БАДах, о витаминах, разбираем именно. Но разбираем также глазами покупателя. То есть не умничаем, да, не приглашаем там каких-то профессоров, которые вот надо, надо. Нужно понимание, да? То есть вы обычный человек, у вас понимание, зачем вам нужно то или иное. Как-то так. Все ссылки в описании. Все наши контакты, коммуникации там же. Пока! Продолжение следует...